В Приэртышхе прошли соревнования по ездовому спорту. В роли атлетов выступили собаки. Зрелищное состязание собрало любителей этой дисциплины из городов Казахстана и России. О том, как это было, узнаете в сюжете. В ездовом спорте есть несколько дисциплин. Зимой это скиджоринг, заезд собаки и лыжника, и упряжка, которая бывает на 2, 4 или 6 собак. Нынешнее соревнование «Февральская вьюга» проводится ежегодно на протяжении 10 лет. Их судья рассказала об особенностях данного вида спорта. У всех критерий главное – это время, это скорость, которую задают каюр вместе с собаками. Ну, скиджоринг и лыжник, да, тоже. Главное, чтобы собаки были хорошо подготовлены. Для начинающих, у которых нету своей нарты, они приезжают просто к нам на тренировки, тренируют своих собак, а потом здесь уже мы просто делимся друг между другом нартами. Этот интересный вид спорта не имеет широкого распространения, поэтому владельцы собак стараются не упускать возможностей и возить их по городам. Давид Ряшин приехал из семьи. В ездовом спорте он с 2013 года. В Павлодаре им предстояло пройти 4 километра. Их 6, а всего у меня до 10-12 собак набираются, ну, повседневные. А потом отбираются самые лучшие, самые быстрые, самые выносливые, и они уже выставляются на соревнования. Проходят они на тренировке, если тренировка на выносливость, то проходят, ну, 30 километров – это наш максимум. Дальше не ходили, потому что, как бы, ну, это долго и холодно. А в среднем, когда на спринтерские дистанции мы готовимся на соревнования, то это 5-6 километров, этого достаточно. Важно сказать, что собачья упряжка при минус 20 ходит быстрее, чем при минус 5. Поэтому минувшие соревнования для собаководов выдались непростыми. Отдельно стоит упомянуть и породы. Обычно это хаски, аляскинские маламуты и самоеды. Открытием Павлодарского старта стала упряжка с питбулями. Обычно принимают издовые собаки, хаски, маламуты, а мы решили сделать издовых питбулей. Получается здорово, но они, наверное, физика берут. Ходили на тренировки, учили их бежать в паре, вместе, вперед. Не обращать внимания ни на кого, а просто бежать. Между тем, в этом году с 29 по 30 мая в Павлодаре планируется провести Кубок мира по ездовому спорту Dryland. Запись на участие уже открыта. Ренат Абдул Кайумов, Ерты Сықпарат.